Старец иеросхемонах Самсон Сиверс. Годы жизни. 1898-1979 года. Житие, подвиги и чудеса. По благословению святейшего патриарха московского Евсея Руси Алексея II. За несколько лет до своей кончины отец Самсон утешал многих своих чад очень интересными и содержательными беседами. Он так увлекательно рассказывал, что слушатели забывали обо всем – о еде, отдыхе, делах. Батюшка вспоминал, как протекала его жизнь с отроческих лет и до переезда в Москву. Жизнеописание старца Самсона составлено его духовными чадами, которые окормлялись им многие-многие годы и сохранили его письма, магнитофонные записи бесед, личные воспоминания. Родился Эдуард Сиверс, таково было имя батюшки до принятия православия, 27 июня 1898 года, в день преподобного Самсона-странноприимца в городе Петербурге. Его мать Анна Васильевна, англичанка, разносторонний образованный человек, приехала в Россию нечаянно, по весьма неожиданным обстоятельствам, и ей пришлось бежать из Лондона от наемного убийцы. Их содержит гарем со множеством наложниц, явление типичное для большинства восточных народов. Поняв, что предстоящий брак не мыслив, девушка решила бежать, иначе по закону Востока ей грозила кровавая расправа. Так она оказалась в России, не зная ни единого слова по-русски, свободно владея при этом французским, немецким, испанским и итальянским языками. В Обскую молодая образованная англичанка без особых хлопот нашла для себя работу говернантки в богатой купеческой семье. Спустя некоторое время она отправилась в Петербург, где на балу повстречала графа Эспера Александровича Сиверса, своего будущего мужа. Граф Сиверс получил высшее военное образование в Академии Генерального штаба. Знал много языков, вплоть до начала Первой мировой войны он был советником и личным другом государя-императора. Дед жил в России. Посвятив себя дипломатической службе, он в то же время состоял в Академии художеств, был прекрасным иконописцем. Немало икон, написанных им, можно было видеть в Исаакиевском соборе в Петрограде и других церквах города. Образ Пресвятой Богородицы, написанный им, находился дома, пред ним молилась вся семья Сиверсов. Батюшка преклонялся перед мастерством своего деда и в знак памяти и уважения к нему всегда носил с собой написанную дедом небольшую икону Божьей Матери – Благовещение, с которой никогда не расставался. Прапрадед, министр иностранных дел, граф Иван Сиверс, был одним из подвижников императрицы Екатерины Великой. Портрет его хранится сейчас в Третьяковской галереи. За образцовую службу государиня пожаловала ему большое имение. Был Иван Сиверс и губернатором Москвы. Воспитание детей Справка из гербовника «Сиверс и дворянский род», происходящий из Дании, в конце XVIII века переселившийся в Швецию, а затем в Прибалтику. «Я получил от матери глубокое религиозное воспитание», – рассказывал батюшка своим духовным чадом. Ежедневно по утрам мы читали Евангелие и молитвы на английском языке, стоя на коленях пред огромной иконой Благовещения, работой моего дедушки. Таким образом, Анна Васильевна уже с детства вселила у меня потребность в молитве. По воскресеньям мать занималась с нами Божьим законом, по картинкам объясняла Новый Завет, переводила молитвы на понятный детям язык, и так каждое воскресенье отец в воспитание не вмешивался. В 1909 году совершилось некое предзнаменование его великой исповеднической деятельности. В то время семья графов Сиверсов жила на даче. К матери Эдуарда по каким-то торговым делам пришла некая еврейка и заметила пробегавшего мимо мальчика, занятого своими мыслями. Она спросила, «Это ваш сын?» «Мой. Вы знаете, что он будет из череды Аарона?» Она очень внимательно всмотрелась в Эдуарда и что-то увидела над его головой. «Из череды Аарона, священников». Отрочество батюшки проходило необычно. Его интересовали все вероисповедания, с которыми он встречался в Петрограде, а их было очень много. Он кропотливо их изучал, но чаще всего бывал в православном храме. Я пришел один раз в храм Спаса на водах. Эта маленькая церковь была построена в память о погибших в Цусимском сражении. Настоятелем служил ученик отца Иоанна Кронштадтского, прозорливый 90-летний старец, отец Михаил, в прошлом матрос. Мне очень нравилась русская литургия. Замечательно пел хор моряков в форме Балтийского флота. Я, конечно, ничего тогда не понимал, для меня русский язык был очень труден. Заметив, что я каждое воскресенье появляюсь в храме, отец Михаил однажды подошел ко мне. «Как тебя зовут?» «Эдуард, Эдуард, а ходишь к нам? И что же, тебе нравится? Все нравится у вас. Я хочу быть православным». «Тогда прочитай молитву Господню «Досветится имя Твое» и объясни мне, пожалуйста, что значит «Досветится имя Твое». Я стушевался и не смог ответить. «Не знаешь, какой из тебя православный? Через год приходи». Тогда я провалился публично при всех. В 1910 году я вновь предстал перед батюшкой, и он сказал «Теперь можешь быть православным». Вообразите себе, 12-летний подросток, милостью Божией познавший Господа и православие, совершенно одинокий, брошенный Этька, должен был противостоять отцу, матери, сестре, брату и родственникам. Нужно было глубоко уйти в себя и неустанно молиться, чтобы не поколебаться в вере. Именно это и привело меня к монашеству. «Уже ребенком я знал, что люди мне не помогут. Упование мое было лишь на Господа Бога. Он мне подскажет, как поступить правильно». Смыслом моей жизни стало убеждение, что православие есть единственная истина на земле, а православная церковь – единственное благодатное сообщество, сохранившееся от катакомб, от Господа, от святых апостолов. «Есть вечная вечность и путь спасения через православную церковь». Эдуард тянулся к одиночеству, к богообщению. В то время он не знал ни Иисусову молитву, ни всемилостивую. Форма богообщения была совершенно другая. Батюшка рассказывал. «Я тогда по-своему сочинял три-четыре словные молитвы, перечитывал их бесчисленное множество раз. Я прочитывал молитву Господню на четырех языках. Она мне была знакома. По-русски молитвы Господней я в те годы не знал. Я ежедневно ходил в православный храм, чтобы только послушать. «Ижи на всякое время, на всякий час, на небеси и на земли, поклоняемый и славимый Христе Божий наш». Это слаще меда. Это первая молитва, которую я изучил. Я ее читал по сто, двести раз. Не Отче наш, не Святый Божий, а «Ижи на всякое время и на всякий час». В Петербурге был известный букинист Тузал. Он торговал духовной литературой. В его лавке я тайком от родителей проводил многие часы, покупал на свои серебряные деньги книжки и прятал в укромных уголках нашей большой квартиры. В 1914 году началась Первая мировая война, и я, наконец, получил собственную комнату. Отец уехал на фронт начальником штаба Северо-Западной армии, командующий генерал Русский, под Ригу. И мне достался его кабинет. Там я повесил свою первую икону. Появилась лампадочка, свечи. Я стал уже спокойно заниматься изучением духовной литературы. Читал на немецком, французском, английском, слечал и сравнивал. Я немало узнал о католичестве, протестантизме, французском реформаторстве, учениях Цвингли и Кальвина. Моему утверждению православной вере очень помогли гимназические уроки закона Божия. Их вел протеерей Николай Писаревский, магистр богословия, настоятель храма на Волковом кладбище в Петербурге. Гимназия дала мне обширные богословские знания. В наше время семинария может позавидовать, и я без экзаменов мог бы поступить в Духовную академию. Но я боялся огорчить свою мать, причинить ей страдания, приняв православие. Я терпеливо ждал, по-своему, и спрашивая благословения Божия на это великое событие. И только в 1917 году, когда Эдуарду исполнилось 19 лет, он был крещен в православной церкви. Однажды в воскресенье, в день великомученика и целителя Пантелеймона, я поехал в Петергоф. Зашел в тамошний храм к батюшке и объявил ему, что хочу принять православие. Священник выделил отдельную комнату и велел положить под икону Божьей Матери жеребий с именами. Эдуард всю ночь молился, а утром присутствующий священника достал жеребий. Сергий, в честь преподобного Сергия Радонежского. После миропомазания и причащения святых христовых тайн, Сергий отстоял службу до конца. Сам батюшка рассказывал о миропомазании, как о самом счастливом моменте своей жизни. Это событие было настолько важно, что даже пение и чтение было мне безразлично. Чувство сияющее, несравнимое ни с чем. Когда литургия кончилась, благодать переполняла его сердце, и юноша бегал по парку в ликовании около четырех часов, пока не устал физически. Послушание в обители Савы Крепецкого Дух монашеский закладывался у батюшки с детских лет. Его любовь к уединению, тяготение к молитве, стремление как можно чаще бывать в храме и беспрестанно искать общение с Богом – это и есть свойство монашеского духа. Оставалось ему только познакомиться с монашеской жизнью. Божьим промыслом он устроился в русский православный монастырь. Однажды в Питере, идя в Амаховые улицы, на том самом месте, где стояла церковь святых праведных Симеона и Анны, святитель Симеон впоследствии стал небесным покровителем батюшки. Он встретил двух монахов – Савы Крепецкого монастыря, Гервасия и Протасия. Они-то и пригласили его в свою обитель. Вечером Сергий с братьями уехал из города в Псковскую губернию. Монастырь – крепость, выстроенная царем Иоанном Грозным в годы войны с поляками. Находился среди лесовых болот. Вокруг царили покой и уединение. Посреди обители возвышался маленький храм с одним пределом. По всему монастырю древние могилы непокорных бояр, которых по приказанию Иоанна Грозного насильно постригали в монахи. Игумен монастыря, отец Василий, принял Сергия хорошо. Ему отвели келью, дали латанный подрясник какого-то покойного монаха и лапти. В келье стояли козлы, на них лежали доски, мешок с сеном и такая же подушка. В углу икона Божией Матери. На столе керосиновая лампа, псалтирь, правильник, святой Евангелие. Здесь в Рясофоре нового послушника нарекли именем Александр в честь святого Александра Невского. Первым послушанием было мытье коров. Потом мне предложили их доить. Монахи все делали сами. Стирали, гладили, штопали, ухаживали за скотом. Вызывает меня Игумен. Будешь табунщиком. Я был наездником хорошим. С детства приучался к верховой езде. Любого скакуна держал в руках. Дали мне хворостинку подлиннее. Сел я на лошадь без седла и погнал табун в поле через лес. А там волки. Смотри, Александр, чтобы волки не съели ни одной лошади. А то мы с тебя спросим. Строго напутствовал мне отец Василий. Последним послушанием юного инока было проповедование братьев. Дали ему в собственность библиотеку. В большие праздники облачали стихарь. И он поучал братьев прямо с Амвона. Темы были сложные. О дисциплине, о послушании, о свойствах смирения. Монастырь Саввы Крепецкого был для Александра экзаменом. Господь готовил его в монахе. В годы гражданской войны. Братья монастыря Саввы Крепецкого, искренне полюбившая инока Александра, пришла в ужас, когда его арестовали. В 1919 году, ошибочно думая, что он из царского рода. Большевистский комиссар, размахивая фотокарточкой, заявил, что Александр не кто иной, как великий князь Владимир Иверский. 20 вооруженных латышей конвоировали арестованного. Красные стрелки хотели убить несчастного инока еще дорогой. Но комиссар, не совсем утративший человеческий облик, берег Александра. Он держал левой рукой его, а правой револьвер, защищая от распоясавшихся стражей революции. Не на полшага от меня. Вас могут сейчас повесить. Но я вас им не отдам. Расстреливала бригада. Но я не чувствовал страха. Кто-то находился рядом со мной. Какая-то сила. Какой-то луч радости. Если меня поставили к стенке, я был совершенно спокоен. Значит, так нужно. Потому что он смотрит на меня. Он попустил этому быть. Значит, так нужно. Ведь я родился не для погибели, а для вечного спасения. Я никогда за всю свою жизнь, даже тех, кто расстреливал, не осуждал, извинял и оправдывал. Они исполняли приказ своей обязанности. Им приказывают, они делают. У них нет мужества отказаться. Это единственная их вина. Но эту вину с них снимет Господь. Потому что их никто не научил. Расстрельщиков было человек 6-7. Стреляли из ружья с 10-15 шагов. Попали в правую руку. Мне вдруг стало жарко. Я потерял сознание. Кто-то ковырнул меня носком сапога. Готов. И ушел. Подобрали меня монахи из Савокрепецкого монастыря. Мордари и Власий. До наступления темноты они прятались в стогу сена. Думая, выкрасть мое тело для христианского погребения. Они очень удивились тому, что я жив. У них были приготовлены красноармейская шинель, французский колпак, белье. Под видом раненого красноармейца привезли меня в Петроград. Получайте сына. Я истекал кровью. Помню мамины слова. О ужас. О ужас. Сестры Ольги не показывали меня, чтобы не напугать. Мама склонилась надо мной. Эдя, что ты хочешь? Сходи на Невский проспект и разыщи протоиерея Василия Васильевича Прозорова. Скажи, чтобы он пришел. А, ты не наш? Ты все-таки русский? Да, я давно русский. Как тебя звать? Александр. Так я и знала. Это случилось, когда я ездил в Петергоф. А помню, помню, мое сердце меня не обмануло. Батюшка приехал через час. Кратко меня исповедовал, причастил. И первый раз за трое суток я заснул. Прежде я не мог спать от боли. Все кости у меня были разбиты. И малейшее движение причиняло страшное мучение. Привезли меня в Семеновский госпиталь. После краткого осмотра и грубой обработки раны назначили ампутацию руки с плечом. Определили меня в отдельную палату. Я проснулся среди ночи. Мокрый и горячий. Кровь лужами стояла под койкой. Ручьями катились по полу. Дежурная медсестра должна была караулить, но проспала. Моментально на носилках перенесли меня в операционную. Перевязали на туго вену. Дали болеутоляющее. Благодаря за слугам отца, одного из ближайших соратников Фрунзе, К Александру представили самых лучших врачей. Мастерством хирурга была спасена его жизнь. После ранения началась газовая гангрена. Около года он находился в госпитале. Чудом хирургии называл батюшка сохранение его правой руки. Была вынута лучевая кость, полностью раздробленная, и заменена чужой, целой. В плечо вставили металлические пластинки. В последствии он разработал раненую руку так, что никто не замечал, Что она висела лишь на сухожилиях. Батюшка часто повторял, Левая рука у меня рабочая, а правая только литургия сащая. Очень помогли в выздоровлении большие труды одной медсестры. Но случилось так, что она влюбилась в Александра и очень хотела выйти за него замуж. Видя ее сердечные страдания, батюшка побоялся отказать ей, Боясь, что она может покончить с собой, и дал согласие на этот брак. Но сам молил Бога, «Ими же виси судьбами, разори этот брак». И молитва была услышана. Уже одевали невесту под венечное платье, она сама не верила своему счастью, И от такой великой радости сердце ее не выдержало. От разрыва сердца она умерла под венечном платье. Под сороковой день девушка явилась юному иноку в этом же под венечном платье, Светлое, радостное, и исчезла, ушла в стену. Меня вместе с остальными ранеными спешно эвакуировали в Тихвинский военный госпиталь, Чтобы спасти от рук белогвардейцев Юденича. Год я находился в помещении трапезной и настоятельских покоев Тихвинского монастыря. Там же состоялось знакомство Александра с будущим святейшим патриархом Алексием. Я стал его ипадиаконом в Тихвине. Он дважды в год приезжал сюда и давал мне секретные поручения от патриарха Тихона. Я разъезжал по заключенным архиереям и поддерживал их связь с патриархом, с новгородским и петроградским митрополитами. В стенах лавры Юный инок душой стремился в Александра, Невскую лавру, впервые увиденную им в 15-летнем возрасте, И Господь исполняет его сердечное влечение. Владыка Алексей направляет Александра в Петроград. Надо устраиваться по-настоящему. Когда мама узнала, что я подвязаюсь к послушникам в крестовой церкви лавры, то пришла ко мне. Значит, ты остаешься здесь? Да. Тогда мне надо получить костюмы, часы отца. Пожалуйста, они мне не нужны. Я сложил все аккуратно в пакетик и отдал. Знаю, что ты оскорбил нас всех, оскорбил наш род, и мы тебя вычеркиваем из списка живых и мертвых. Я, конечно, простил своих близких, я ушел от мира, мечтою стать монахом и отдать свою жизнь именно на пути полного отречения от мирских обычаев и привязанностей. Есть было нечего, трапезы не было, лавра ни копейки мне не давала, и пришлось мне, рисуя левой рукой, зарабатывать на пропитание уроками черчения в десятилетке. С первого взгляда я не походил на будущего монаха, благодаря чему удалось продержаться в школе некоторое время. Но потом моя тайна раскрылась. Больше к нам не приходите, заявил мне директор школы. Оказывается, вы будущий поп? Да. Получите паек и прощайте. В 1921 году Александр поехал за благословением на пострых монашествах в храм Спаса на Водах к отцу Михаилу. После литургии отец Михаил первым подошел к нему. Будущий монах пришел, а я тебя помню хорошо. Помнишь, я тебя спрашивал, да святится имя твое, а ты мне ничего не сказал. Теперь хочешь идти в монахи? Иди в монахи, монахом будешь. Заплакал, два раза благословил. Иди в монахи, монахом будешь. Накануне пострыга я был на исповеди и подписал все присяги. Не подстригаться, не бриться, не резать волосы, Никогда не снимать духовное платье, не ходить в места развлечений. Пострыг в мантию я принял от владыки Николая Ярушевича 25 марта с именем Симеон. При пострыге владыка дал мне приветственное слово на 45 минут, объясняя, что такое праведность, и в залог того, что я запомню его, вынес икону Иоанна Богослова. Вскоре обновленцы захватили лавру и принялись травить православных. В связи с обновленчеством стало возникать много смут. Многие не могли понять, где же сохранилась правда. Господь, желая всех спасти, многим в яве открывал истину. Так было показано купцу-старообрядцу. На Благовещении на Херувимской жертвенника переносили крохотного младенца, который восседал на дискосе на престоле. Священники двигались машинально, они ничего не видели. А вот купец-старообрядец увидел. После этого он подошел к наместнику, объяснил все и подал прошение о пострижении в монахе. Его приняли в братью, впоследствии он принял схему и скончался схимником. И чекисты, и обновленцы знали, что у отца Симеона, назначенного казначеем Александра Невской Лавры, где-то спрятаны ключи от кладовых, в которых хранились богатства Лавры. Однажды обновленцы поймали батюшку и отдали в руки чека. Те требовали, чтобы отец Симеон отдал им лаврские сокровища, но он наотрез отказался. Тогда они поместили его в трамвай. Трамвай – это злодейское изобретение, представлял собой следующее. В камеру сажали очень много людей, так чтобы они стояли, тесно прижавшись друг к другу. Здесь невозможно было даже пошевельнуться. Камера была закрыта почти на три недели. Люди тут же испражнялись, задыхались и умирали. Здесь никого не кормили. Трупы, уже начинавшие разлагаться, стояли между живыми людьми. Батюшка пережил все эти мучения и остался жив. Ключи от кладовых он никому не отдал. В период обновленчества батюшке было особенно трудно. Прятался от обновленцев на чердаке, а потом наступила великая радость – покаяние Лавры от обновленчества. В первый день после покаяния Лавры, когда батюшка вернулся с чердака в свою келью, произошло чудо – обновление иконы Феодоровской Божьей Матери. Батюшка рассказывал. Вхожу я в свою келью, только из церкви пришел. Открыл дверь и остановился. У меня пожар, а дыма нет. Горела икона, а все было тихо. Пламенем горело, но не красным огнем, а какой-то синеватый цвет колыхался. Ни запаха горящего дерева, ни запаха пыли не было. Причем икона хрустела. Звук такой, когда лучины разжигаются, чтобы самовар поставить. Я остолбенел. Нет, я в твердой памяти. Только из церкви все помню, соображаю. У меня был маленький котик в келье. Он – бессловесная тварь. Перепугался и при мне спрятался под шкаф. Остались снаружи только хвост и задние ноги. Это замечательное доказательство. А я стою в мантии, в клобуке, как полагается. Стою и чего-то жду. В одно мгновение все погасло. Хлопушка и чистый воздух. А я подхожу к феодоровской иконе. Она чистая, а была совсем черная. Изображение почти не было видно. А тут все сияет. Краски и лик. Все полностью восстановилось. Это было на праздник архистратига Михаила. Во время пребывания отца Симеона в лавре много было с ним разных чудес. Сам батюшка рассказывал. Так. Однажды я удостоился видеть в чаше плоти кровь Христовы. Епископ Стефан служил в Успенской церкви. Я вынес чашу. Он прочел. Верую Господи, исповедую. Открыл покровец по прочтению молитвы. И обомлея. Плот человеческая и кровь. Тогда он обращается ко мне. Вишь, отче, что делать? Он повернулся через левое плечо. А я с чашей через правое. Вошли в алтарь. Поставили на престол. И стали молиться, чтобы Господь сотворил милость. Владыка четверть часа молился с воздетыми руками. Потом после его молитвы посмотрели, опять сотворилось в виде хлеба и вина. Тогда Владыка вышел и причастил людей. Свидетелями этого чуда были митрополий Гурий и сослужившие ему отец Лев и отец Варсонофий. Однажды перед литургией я заснул и проснулся от стука в окно кельи. Оказалось, святитель Петерим Тамбовский постучал мне в окно, чтобы я готовился к службе. Вставай, иеромонах, пора на проскомедию. Известно, что святитель явился одновременно одной из будущих духовных чад моих. Он сказал ей, там иеромонах будет служить, ты должна встретиться с ним. После службы мы встретились. Бог батюшку сохранял и воспитывал большими борениями, скорбями и трудами, невидимо от людей. Суровое одиночество воспитало множество мужества. Александра Невская Лавра явилась для отца Симеона фундаментом духовничества и старчества.